Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. Что такое Иволга? В Самарскую область приехали выяснять тысячи молодых людей со всей России. Чудо-птица сулит успех в карьере, большие возможности и даже счастье в личной жизни. На знаменитых мастрюках начался молодежный форум Приволжского федерального округа «Айволга-2015». Репортер встретил первые делегации и узнал, как молодым и деятельным живется на свежем воздухе. История больших приключений вчерашних школьников. Походные рюкзаки, палаточный городок и мастрюки. Вроде бы все условия указывают на Грушинский фестиваль. Только вместо изгиба гитары «желтые» здесь все чаще говорят о судьбах России. И вместо бородатых бардов – вчерашние школьники. Поселились быстро, кормят вкусно. Это приятно. С душем проблемы, конечно, но терпимо. Выщи зеркало! Вы понимаете, в таких условиях даже зеркало куда-то чудесным образом исчезает. Мне кажется, наступит холодная ночь, и мы вспомним все, что мы дома оставили и по какой-то причине с собой не взяли. Джинсы еще одни, еще одни штаны, свитер, фонарик. Очень нужно, если он работает. Еще пару часов назад эти ребята были на пути к своей мечте. Гектары земли и бесконечных возможностей проверены не одним годом. Эта почва уж очень плодородна. На неделю здесь под прибрежным аховыми темпами растут таланты и их возможности. Молодежный форум Иволга. Этим вечером начнет новый отчет уже в 2015 году. Мы хотим изменить жизнь нашей страны, нашего региона к лучшему, как бы это ни звучало, конечно. За этими ребятами большое будущее. На целую неделю для них здесь разворачивается школа под открытым небом, о которой можно только мечтать. В учителях политики, известные бизнесмены и трендсеттеры. Восемь образовательных смен, инновации, политика, медиаволна и еще много чего интересного. Участники презентуют проекты и если идея свежа, оригинальна, но главное полезна для современного общества, на нее выделяется солидный грант. В этом году фонд увеличен, как и квоты на участников в сменах. Будет разыгран грантовый фонд с суммой более 15 миллионов рублей. Уникальная возможность собрать в одном месте людей разной направленности. Мы учимся в радиотехническом факультете, поэтому у нас главная идея – это лично я хочу сделать спутниковый мониторинг трассы новой Западной Европы и Западной Китая. Правда, для того, чтобы заработать на грант, надо пройти школу жизни, купаться в импровизированной бане, спать в палатках и даже на время забыть о красивых нарядах. Очень просто, никак. Нет, честно, я не любитель красить просто, поэтому... Картошка, хлеб, обалденный, грушевый сок, правда, что я не пробовал. Яблоко, редис. Нахватает достаточно? Да, более чем в бороданях, крошках. Значит, хватает тогда. Ну, в суете городской жизни очень скучаешь вот именно по палаткам, скучаешь по прекрасному лесу, по той же самой... Я не знаю, это Волга, наверное, да? Извините, пожалуйста, местные жители. Вот. И самое главное – найти новые знакомства, конечно же, защитить проекты и получить новые знания. Валерий Захаров, успешный выпускник прошлой Иволги, выиграл грант и занимается продвижением своих идей. Он на земле свое уже отоспал. В этом сезоне он большой человек со своей кроватью и собственным павильоном и очередными инновационными придумками. Молодой человек представляет свой вариант 3D-селфи. Изначально делаем скан человека, который стоит на поворотной платформе, цифровываем эту 3D-модель, редактируем ее в удобном формате для 3D-принтера, и уже гипсовый 3D-принтер делает такую замечательную фигурку. Валерий планирует сделать селфи чиновников и политиков, которые заглянут в гости ближе к вечеру. Он закрывает павильон и идет на торжественное открытие. Десятки молодых людей со всей России хором поют гимн. У них есть неделя на то, чтобы поверить от мечты до реальности маленький шаг, который называется Иволга. И пока это все на сегодня, но обещаю, мы еще вернемся к этой теме и расскажем, куда же долетит Иволга. Увидимся, пока.